25 лет назад ушел из жизни Андрей Дмитриевич, и 25 лет назад тогда на волне перестройки все мы надеялись, что России удастся расстаться со своим мрачным прошлым, сделать из него выводы и пойти по новому пути. К сожалению, эти надежды не оправдались. Через 35 лет после начала Афганской войны, против которой протестовал Андрей Дмитриевич, в этом году де-факто началась война с Украиной, чего еще год назад никто здравом уме не мог себе представить. К счастью, в наше время нашлись известные люди, которые не побоялись выступить против преступных действий российской власти. Так же, как в свое время против Андрея Дмитриевича, против них была развязана кампания травли и калеветы. И мы сегодня хотим продемонстрировать, что в обществе есть здоровые силы, которые поддерживают этих людей, которые также возмущены и протестуют против действий российской власти. Макаревич принимает участие во всех благотворительных концернах бесплатных. Абсолютно во всех. А чего его потянуло? Куда-то ехать? Вы можете туда ехать. У него есть собственное мнение по поводу Америки Крыма, по поводу событий в Украине. Он не боясь никого в Украине. Вы знаете, что такое бандеры? Вы знаете, как они людей загоняли в колодцы, там довольно приезжали делать. Почему 40-е? Это были 50-е годы. В 54-м году в городе Ровно взорвали память к Сталину. Уж если уже советская власть не смогла с бандерами справиться, то сейчас может быть бандеровица Макаревича. А мой взгляд, грузить поддержку Андрея Вадимовича Макаревича на сегодняшний день крайне важно. Казалось бы, давно должны утихнуть все разговоры, осуждения, поскольку и тот концерт славянский, за который на него набросились, и участие в марше мира, они прошли уже достаточно давно. Но, тем не менее, появляются в интернете то фейковая видеозапись, как человека, похожего на Макаревича, заталкивают в мусорный бак. Вчера только читала совершенно мерзкое заявление Надежды Бабкиной, и там опять она льет потоки грязи на Андрея Макаревича. Почему все это так? Травля развернута не на обы кого, а на человека, которого любили все, абсолютно все. В его лице власть показывает, что расправиться, растереть порошок можно любого, если только он не согласен с официальной версией. Очень активно продавливается антисемитская тема. И это уже фашизм, не какой-то там игрушечный, а это уже такой фашизм, который булькает, кипит, и запах которого не может слышать только тот, у кого совершенно нет никакого обоняния, ни слуха, ни зрения. Ни одной нет песни Макаревича, где бы не было мысли, где бы не было доброты. Когда вас призывают травить, презирать Макаревича, то призывают вас отказаться от этих песен и загасить огонь в вашей душе, который эти песни будили. Сегодня день памяти Андрея Сахарова. И я считаю, что очень важно именно в Нижнем Новгороде этот день как-то отмечать, то, что он был здесь в ссылке, и благодаря этому отчасти город в какое-то время стал известен. И очень хорошо, что в нашем городе установили памятник Сахарову. Это очень правильно, справедливо, так же, как и музей. Я могу сказать, что реакция вот нижегородцев на это неоднозначная, на это событие. Но, тем не менее, во всем мире Сахарова чтят, любят, помнят и уважают. Мы в этом году были в Соробе первый раз. И там в музее еще продолжают рассказывать про атомную бомбу, как это все было замечательно. И не хотят говорить о том, почему Сахаров, в конце концов, повернул свое мировоззрение на 180 градусов, по сути. А мне кажется, что это вообще замечательно, что человек вот так абсолютно не побоялся расстаться со славой, благополучием, таким успехом ученого. И променял это просто вот на абсолютную честность с самим собой и с людьми. И мне кажется, это очень важно и сейчас, и всегда. Поэтому в День памяти Андрея Дмитриевича мы вышли на площадь. Вот я вспоминаю день похорон Андрея Дмитриевича. Четверть века прошло, удивительно. Как будто вчера в Москве я не был, мы собрались у его дома на проспекте Гагарина. Тогда еще, конечно, никого в музее, сами понимаете, не было. Такой произошел достаточно почти стихийный митинг. И вот пролистывая эти 25 лет, с ужасом осознаешь, в каком вообще месте мы оказались. Все то, ради чего боролся, то, что завещал Андрей Дмитриевич, оно нынешней властью растоптано. Не могу, в общем, наверное, ни о чем другом думать. Сегодня произошло очередное событие в цепи этого произвола, который мы сейчас наблюдаем. Поздно вечером вчера было произведено нападение на наш офис, на офис сводной мобильной группы, в которой мы все российские правозащитники работаем, офис сводной мобильной группы в Грозном. Сейчас наши ребята, которые находятся в Чечне, подвергаются жесточайшему давлению. Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток и мой друг, подвергаются ожесточенной травле со стороны кадыровского режима, режима, который презрел вообще все человеческое и саму человечность, который является воплощением тьмы, мрака, зла, который мы можем видеть сейчас в России. Тем не менее, я считаю, что мы должны бороться, мы должны сейчас, несмотря ни на что стоять, противостоять вот этой вот черноте, которая наползает на нашу страну, это безумие. Этот пикет, это пикет памяти, одновременно пикет солидарности с теми, кто сейчас победит. Текущая ситуация наиболее страшная для меня лично, это то, что сейчас происходит, этого в принципе не может быть. Это уже находится за гранью всех основополагающих принципов. Мы оказались в мире и пространстве, где не действуют законы, в том числе законы государства, основные принципы Конституции, и перестали действовать даже базовые законы логики. То есть мы оказались в каком-то мире, как описано в «Валисе стране чудес», когда те же самые действия могут влечь из собой абсолютно противоположные результаты. Самое страшное, что это все очень быстро разрушается, и нам трудно будет потом вспомнить, что такое презумпция невиновности, вспомнить, что такое свобода слова. Придется вновь договариваться обществу о самых базовых вещах, которые строились веками и в нашей стране, и в мире. То есть мы теряем просто почву, мы живем в хаосе. Вообще в любом здоровом обществе люди должны иметь право на альтернативную точку зрения, и они не должны преследоваться за то, что их мнение не соответствует какому-то тренду, навязанному власти. Мы считаем, что это очень важно, демонстрировать солидарность с людьми, которые не боятся выступать против власти, показывать, что в обществе есть здоровые силы, которые способны выступать солидарными действиями.